Всем привет, с вами DOG56. Сегодня я расскажу, что есть у меня нового, что появилось в моей коллекции. Как я всем, в принципе, говорил, я собираю наиболее редкие вещи, они более дешевые, стараюсь просто продавать или просто оставлять, что слушается людям. В принципе, мне нравится. Я приобрел ЭНИГМУ. Такая пластиночка. Эта ЭНИГМА как бы лучшая, график написана, ну, как бы, кому как, в некоторых 2000-х годах, я имею в виду поздние, некоторые ранние, здесь собраны, как бы, такие издания, не издания, а такие мелодии, в принципе, всем известные. Это как раз, допустим, в моих годах прямо оно самое. Такая пластинка была выпущена первый раз в 2016 году, и она была очень быстро распродана, и терраса была не слишком большой, и сейчас она достигает, если, до 18 тысяч рублей. У меня это издание второе, то есть переиздание, но в данный момент, как бы, она доступна, ее возможно, в принципе, купить всем, стоит в районе 3,5 тысяч рублей. Ну, как бы, это двойное меню, где пластинки очень достойные вещи с сайта. Также мне пришли пластинки Земфиры, наверное, все об этом знают, что сейчас выпустила она, выпустили 10 ее пластинок, это Северный Ветер, выполнена обложка. В таком виде, как бы, если видно на камеру, как бы, 3D пластинка, не 3D пластинка, а 3D обложка, как бы, очень стильно смотрится на самом деле. Также есть 14 недель тишины Земфира, это тоже двойная пластинка, что выглядит только таким. Пластинки не распаковываю, не распечатываю, для меня это больше, как ценность, я какого-то слушаю, никак никак. Магдалайн, такой офигенел. Жизнь в твоей голове Земфира. Бума-мюзик, все это изготовлено. Видета Земфира. Так, спасибо. Спасибо, обложка, она выглядит, как бы, вроде как белая, вроде, но на ней опечатано ее лицо. Не знаю, на камеру видно или не знаю, нет. Такое чертание лица ее видно. А, как бы, издалека смотрится, как будто это пластинка белая совсем. Но они на самом деле изгружена, сама Земфира. Спасибо. Ну, можете посмотреть, присмотреть. Это издание The Ceris. Первое издание было, как все знают, если кто не знает, оно было выполнено с разворотным конвертом. И было очень мало, оставлено, якобы, не знаю, может быть, это легенда, что Земфире не понравилось это издание. И выполнено было первое издание, было разворотным. Второе было издание в одинарной пластинке. Не то, что в одинарной, она была целиком одна, без разворотного конверта. Первое издание с разворотом стоило очень дорого. Сейчас оно достигает до 30 тысяч рублей, оно у меня есть. Это третье издание. Второе издание примерно 7-8. Вот это издание, третье, оно пока, как бы, доступно всем, советую купить, пока это возможно. Но оно отличается только от всех изданий тем, что здесь есть песня, две композиции, брызги и до свидания. Следующая пластинка. Это из фильма Рината Витвиновой. Последняя сказка веки. Вот так вот выглядит, она моя двойная. И еще что не хватает? У меня на данный момент не хватает двух пластинок Земфиры. Это первые два издания. Я, как бы, уже его приобрел, отдал, заплатил мне деньги. Но, к сожалению, пока на данный момент их еще, скорее всего, не выпустили. Потому что очень много говорили о том, что якобы на таможне какое-то было, какая-то была проблема, задержка. Но на самом деле, я так понимаю, что пластинка просто не выпущена и до сих пор ее не изготовили. Или на что-то на этом этапе происходит. Но, по крайней мере, мы все ждем, что две последние пластинки, две последние, а если две первые, которые никто не дождался, они вот-вот должны, как бы, уже выйти и будут получены всеми, кто это заказал. Все, в принципе, у меня пока краткий, только обзор. Пока, к сожалению, у меня на данный момент другие задачи, поэтому сейчас я больше винил, пока больше не приобретаю. Все, что вас интересует в моей продаже, я всегда оставлю ссылки, продаю это на мешке. Продаю проигрыватели, продаются и проигрыватели фирмы разные, они все японские. Вожу только из Японии. Все, кто меня знает, всем привет. Все, пока.